Девушки отдыхают Приказ захватил город и казнил всех пленных Дринеев. Гул'дан в знак преданности предложил Дуротану взять город себе, но тот отказался от предложения, сказав, что северные волки будут дальше проживать в землях предков. Пришлось отдать город вождю Черноруку. Тот оказался умнее, и уже в первую ночь после осады его семья наслаждалась комфортом, отдыхая в изящных кроватях Дринеев. В начале Гул'дан хотел присвоить город себе, но был вынужден отказаться от удобства, благо куда более высшей цели. Пускай орки видят, что тебе не все равно на свой народ. Награждая их за заслуги. Они должны доверять тебе, прислушиваться каждому твоему слову. Хоть удобства и приятны, но с вождением властью куда приятнее. Чем меньше ты возьмешь себе в открытую, тем большей тайной властью сможешь пользоваться. Поистине мудрые слова, подумал Гул'дан, пребывая в своей скромной лачуне. Вскоре пригорошня жадных до власти, циничных и продажных лаварей будет повелевать, направляя безмозглую толпу. И самое главное, никто из них не догадывается о настоящих стремлениях Гул'дана. Никто даже сам Чернорук. Долгое время лучшие умы пытались разгадать секреты мастерства Дринеев. Орки Черной Горы первыми сумели раскрыть, какие материалы и руды Дринеи использовали при строительстве домов и ковке оружия. В литейной клана Черной Горы днем и ночью кипела работа, разрабатывались новейшие чертежи и технологии. Взирая на то, как орки развиваются в кудничном деле и инженерии, Гул'дан предложил возвести огромную цитадель, где можно было бы обеспечивать и снабжать постоянную армию. Строительство началось в сердце Танаанских джунглей. День за днем возводилось массивное строение. Грубое, ощетиненное, навевающее страх своей архитектурой. Гул'дан гордился цитаделью. Ведь орки никогда не пытались сделать что-то подобное. В Твердене жили и тренировались воины и чернокнижники. Ежедневно кузнецы ковали оружие. Охотники добывали пищу для разрастающейся кровожадной армии. Гул'дан считал их всех черню, но следовал совету господина. Всегда поощрял за проделанную работу, будь то убийство Дренея или выкованный доспех. Тем в свою очередь старались работать усерднее, улучшать свои навыки. Но как бы все ни старались, Гул'дан понимал, Танаанские джунгли не так богаты провизией, как хотелось бы. Прокормить тех, кто перешагнул порог цитадели, жаждая служить в конечном счете не удастся. Орки были возвышены после падения Телмора, но им просто повезло, считал Гул'дан. Телмор не был защищен должным образом, его лишь скрывала иллюзия от глаз огров. Тупых созданий, которые никогда в жизни не нашли бы способ разрушить магический барьер, окутавший Телмор. Чтобы захватить такие города, как Шатрат или Аукиндон, не хватит армии, что ежедневно тренируется в стенах цитадели. И вдруг Гул'дана осенило. Огры. Чернорук был в ярости после услышанного. Войти в союз с Ограми, вечными врагами Орков, просто уму непостижимо. Но Гул'дан своими хитрыми манипуляциями все же смог доказать вождю Черной Горы, что это не самая плохая затея. Только представь, Чернорук, как тебя начнут уважать Орки, когда ради общего блага, ради будущего своего народа ты пойдешь на союз с давними врагами Орков. Договориться с этими тупыми созданиями будет сложно, но если получится... Чернорук долго размышлял, но в конечном счете дал согласие. Тем не менее, была одна проблема. Большая часть населения Огров была истреблена Орками. Остатки их некогда Великой Империи теперь прячутся в пещерах. Лишь полных безумцев с дубиной в руках можно встретить в некоторых землях Дренора. Поговаривали, что не все Огры были столь глупыми, какими их видели Орки. Были особи, одаренные интеллектом и даже сплошь умные. Двуголовые Огры. Но с третьей таких было редкостью. Ходили легенды, что двуголовые были потомками Огров, владеющих тайной магией. Предки иногда рассказывали о становлении народа Орков. О том, как большинство находилось в рабстве у Огров ради забавы, как лан из увеченной Лани. Другие были вынуждены прятаться в пещерах. Почти все земли Дренора находились под властью Горианской Империи. И прямое тому доказательство – руины некогда великих городов Верховного Молота и крепости Камнерогов. Тем не менее, вскоре Оркам удалось нанести удар в самое сердце Горианской Империи. Все Орчьи кланы объединились. Шаманы взмолили духов стихий помочь в борьбе с узурпаторами. И те откликнулись на их зов. Сила объединенных стихий была неудержима. Молнии, землетрясения, ветра, огонь и вода стерли с лица Дренора главный оплот Огров, где восседали короли и мастера тайной магии. После Пали и другие крупные города Огров, в конечном счете, Орки стали хозяевами Дренора. А выжившие Огры, у кого хватило ума, по сей день прячутся в пещерах, как когда-то прятались Орки. После победы Орки не ликовали, они были напуганы столь разрушительной мощью стихий. Единогласно было принято решение распустить объединенную армию и пойти к каждому клану своим путем. Но вот спустя столетия кланы вновь вместе, к тому же хотят объединиться со своим давним врагом Ограми, дабы нанести сокрушительный удар по народу Дренеев. Несколько дней отряду Чернорука пришлось выслеживать Огров в землях Таракарского леса. Найти Громил было лишь половиной поставленной Оркам задачи. Неподалеку от границы Награнда, в старых руинах, отряду Оркам удалось обнаружить двоих Огров. Доказать Громилам, что Орки теперь не враги, было непросто. Огры всячески пытались прикончить приблизившихся к ним Орков. В конечном счете, Великанов удалось обезвредить и привести к вождю Черноруку. На протяжении всего вечера Чернорук пытался донести до Огров, что отныне Орки хотят стать союзниками с их народом. Объединиться, чтобы истребить могучего врага, имя которому Дренеи. Целью разговора было вытащить из Громил информацию, где находится логово Огров. Но это было не так-то просто. Странно, подумал Чернорук. Огры, наверное, самые глупые существа во всем Дреноре. Тем не менее, держать в секрете местоположение своего пристанища ума хватает. Наконец, Чернорук смог войти в доверие несмышленной парочке. Огры рассказали, что в горах Горгронда, почти на границе с хребтом Ледяного Огня, находится незаметный проход в каньон. Там, среди гор, и проживает Огрский народ. На рассвете Чернорук собрал своих лучших воинов и чернокнижников. Огры явно будут не в восторге видеть Орков в своем стойбище. Следует подстраховаться, думал Чернорук. Догадки вождя Черной Горы о том, как будут развиваться события дальше, были верны. По прибытию к Логову, толпа Огров напала на Орков. Лан Черной Горы пытался не навредить взбунтовавшимся Громилам. Защищался как мог до тех пор, пока Огры не прислушались к своим собратьям, что пришли с Орками. Бой затих. Затем из пещеры вышел Огр, не похожий на других. Наверное, Головарь, подумал Чернорук. Чернорук предложил предводителю Огров хлев, еду и оружие, если те помогут победить Дринеев. Огры никак не реагировали на предложение Ворда Черной Горы. Не реагировали до тех пор, пока из уст Чернорука не прозвучали слова. «Вы сможете, Плющий Дринеев, когда захотите. Объединившись с нами, они не смогут дать вам отпор». Вдруг все, как один Огры, начали кричать простые, но должно быть завлекательные и забавные для великанов слова. «Дриней, Плющий! Орки большой не враг! Орки дрог! Плющий! 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 Плющий!» В глазах Оргрима промелькнула частица сочувствия. Он понимал, что этих простодушных глупых громил Орки будут использовать как пушечное мясо. Оргрим знал, что Огры причинили много вреда его народу, но причинили явно не те, кто стоял перед ним. Эти глупые великаны бессознательно слушали и подчинялись более умным особям. Сейчас происходило то же самое. Возможно, к концу войны никто из них не вернется сюда, в свой дом. Возможно, Огры вообще вымрут как вид, подумал Оргрим. Дуротан стоял на одной из гор Хребта Ледяного Огня, размышляя о том, что происходит в Дреноре. Сюда он приходил в часы тревог в надежде найти ответы на мучающие его вопросы. Он чувствовал себя виноватым в произошедшем недавно. От его руки пал Ресталан, Дреней, который когда-то спас ему жизнь. Именно Дуротан произнес волшебные слова, что разрушили иллюзию города Телмор, а затем... Но не только самобичевания терзали душу вождя северных волков, но и то, что сейчас происходило с его народом, миром, домом. Орки слепо верят словам Гулдана, беспрекословно подчиняются приказам Чернорука, а те, кто подавали голос против, покоятся с предками. Все шаманы до единого жаждут владеть магией Скверны. Даже мудрый Дректар попал под ее демоническое влияние. Орки настолько одержимы кровью, убийствами, истреблением расы Дренеев, что совсем позабыли о своих родных и близких, не способных сражаться из-за поразивших тела болезни – красной оспы. Все зараженные, ослабленные, но тем не менее, те еще живые находятся в изоляции, на Гранде, в городке, который назвали Городаром в честь отца Дуротана Великого Горада. Быть может, те, кто там живет, разделяют точку зрения Дуротана, и так же, как он видит, что происходит в округе, подумал вождь северных волков. Взгляд устремился на гору, которую сколько лет знал Дуротан, всегда была покрыта вечными снегами. Теперь она почернела, сбросила снежное одеяло и заплакала, заплакала слезами раскаленной лавы. Уже давно Дуротан был наслышан о катаклизмах, которые вспыхивали по всему Дренору. Но все они были лишь легким дуновением ветра, сейчас же это больше походило на бурю. Всюду засухи, оползни, пожары, извержения вулканов и гейзеров. Донанские джунгли, где теперь подпирает небо огромная цитадель Чернорука, некогда плодородная земля медленно превращается в песок. Стихи им явно не по нраву то, что делают орки. Неужели братья не замечают того, что происходит с их миром?